Партнер программы новости – Медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Сделал ставку на безнаказанность и проиграл. В «Анапе» по горячим следам задержали злоумышленника, ограбившего букмекерскую контору. Успеть за 10 дней. «Анапский аграрий» торопится собрать урожай азимных зерновых. Медаль за любовь и верность. «Анапская семья», признанная образцовой на краевом уровне, делится секретами семейного счастья. Уборочная страда в самом разгаре. На полях «Анапа» аграрии уже практически завершили уборку азимового ячменя и приступили к сбору пшеницы. Работать нужно быстро, в запасе у хлеборубов не более 10 дней. Одни из первых в поля вышли комбайны ОПХ «Анапа». Как справляются анапские аграрии и каким в этом году обещает быть урожай, узнавали наши корреспонденты. Этот комбайн-кейс способен работать практически круглые сутки без перерыва. Комбайнер Николай с гордостью показывает устройство управления. Здесь все по самым современным технологиям. Бортовой компьютер, джойстик и интеллектуальная система управления стабилизацией. Вот на джойстике у меня управляется все. Включение мотовилы, жадки и все. И движется вот он вперед, так же назад джойстиком просто. Все, здесь включаете скорость и пошли. А так все на джойстике, все кнопки, все управление в основном на джойстике. Работа комбайнера – это ответственный пост. Необходимо постоянно следить за параметрами собираемого зерна. В случае повышения влажности компьютер подает сигнал и тогда сбор нужно прекратить. Иначе сырью потребуется дополнительная сушка, а это довольно затратно. Впрочем, за день, по словам Николая Дейнега, при должном усердии можно намолотить до 150 тонн зерна. У опытно-производственного хозяйства Анапа – это уже вторая стадия уборки зерновых. Накануне аграрии убрали 1358 гектар озимого ячменя. Теперь ОПХ Анапа и еще четыре крестьянско-фермерских хозяйства приступили к уборке пшеницы. Со вчерашнего дня начали уборку озимой пшеницы. Это основной культуры зерновой, которая посеяна в районе на площади 8350 гектар. Значит, в дальнейшем предстоит убирать еще и зерновых и зернобобовых – это горох, нут, яровой ячмень. И общая площадь уборки – 10,5 тысяч гектаров. Уборки зерновых и зернобобовых по району. В распоряжении хлеборобов – шесть комбайнов, четыре зарубежных и два отечественных марки «Дон». Сразу после уборки зерна специалисты проводят дискование и опашку стерна. Это обязательная противопожарная мера, которая спасет еще не убранную пшеницу от пожара. В этом году агрария вподвела погода и за дождливой весны потеряли часть урожая. Пшеница у нас в бассейне 1104 гектара озимой. 102 гектара у нас это мочери, в связи с тем, что очень много весной выпало осадков. К уборочной площади – 1002 гектара. Примерная урожайность поплановая у нас сейчас идет 50 сантиметров с гектара. То есть 5 тонн с гектара. Клаж пшеницы – четвертый. То есть 18-19 у нас на клейковины идет. Белка 13%, 13-12. Ну для этой зоны это, я считаю, нормально. По урожайности пшеницы подводить итоги еще рано. Но уже известно, что яичменя собрали на полцентнера с гектара больше, чем в прошлом году. По прогнозам, общее количество зерна планируется собрать около 50 тысяч тонн. Все работы по сбору пшеницы должны быть завершены к 14 июля. Дерзкое вооруженное ограбление сегодня совершил злоумышленник в одной из букмекерских контор Анапы. Момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения. На них видно, как преступник ворвался в помещение и, угрожая оружием, потребовал деньги из кассы. Похитив 10 тысяч рублей, он скрылся. Потерпевшие обратились в полицию. Дежурные отряды блокировали выезды из города. В результате далеко преступнику уйти не удалось. Его задержали спустя несколько часов. Им оказался 25-летний житель Славинского района. В ходе досмотра были изъяты обрез охотничьего ружья и похищенные деньги. В отделе полиции мужчина признал свою вину. В отношении злоумышленника возбуждены три уголовных дела. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. На Анапском побережье готовятся к возможным выбросам водорослей комки. Пока в зоне береговой линии ее немного, но в любой момент она может появиться и оказаться на пляжах. Специалисты рассказали нашим корреспондентам, почему и как комка оказывается на берегу и чем ее встретят на анапских пляжах. Именно в этой точке центрального пляжа обычно фиксируют самые массовые выбросы комки, на уборку которой коммунальные службы города бросают все силы. Работы ведутся практически круглосуточно, но преимущественно ночью, чтобы не мешать отдыху курортников. Пока особых неудобств отдыхающим водоросль не доставляет. Елена с сыном приехала из Москвы на пару недель. Пять с плюсом. Чисто. Здесь огромное количество, может быть здесь вот несколько сотен вот таких вот нитей вот в этом пучке находятся. Для эколога Станислава Ермолаева комка – это кладофора бродячая. Ее появление возле берега зависит от многих факторов. В жару водорослей просто много, поэтому выше вероятность выброса. В июне было прохладно, но ветра и течения оказались попутными, поэтому комка оказалась на пляжах. Поля водорослей и сейчас дрейфуют вдоль побережья. Можно сказать, это ничто по сравнению с тем, что в это время может быть. Конечно, надо готовиться. В любой момент, вот сегодня вот мы с вами видим эту картину, придем мы сюда через 2-3 дня, и мы можем видеть совершенно другое. Несмотря на сильное волнение, вода в районе Джамите достаточно чистая. Наталья Синюшкина из Ярославской области. Ее семья проводит в Анапе полный отпуск. Чисто. Вчера, позавчера мы были, вообще чистейшая вода была. Сейчас то, что море может пробивает. На 150 метров пляжной полосы у арендаторов около 10 человек собственного персонала. При необходимости они готовы нанять еще столько же и технику. В этом году в авральном режиме работали дважды, когда выбросила комку, а за ней почти следом значительный объем штормового мусора. Сейчас все стабилизировалось, как видите. Ситуация пока под контролем, но, соответственно, ждем и готовы к следующим. Наталья Серова занимается этим пляжем уже 9 лет, но точных прогнозов делать не берется. Самая надежная страховка – телефоны временного персонала под рукой и их предварительное согласие выйти на работу, если возникнет такая необходимость. А то, что она возникнет на побережье, мало кто сомневается. Анапские дети и летом ходят в школу, но вместо уроков – подвижные игры, кружки по интересам и занятия музыкой. Так, в Анапе работают более 40 детских лагерей дневного пребывания при школах. Чем еще радует лагеря анапскую детвору, узнавали наши корреспонденты. Вместе, весело жираем по просторам, по просторам, по просторам. Вот так с песен о дружбе начинается утро на летней площадке школы номер 7. На 150 ребят – 26 профессиональных педагогов. Работа построена поотрядно. Группы по 25 человек распределены на 8 кружковых объединений, которые посещают по расписанию. Ребенок не просто дома сидит возле телевизора или компьютера, или где-то гуляет неизвестно где, а полдня, то есть с 8 до 2, ребенок находится под присмотром взрослых. И не просто под присмотром, а здесь он еще получает образовательную программу, потом оздоровительную программу получает, ну и, конечно же, здоровое питание. То есть родитель всегда уверен, что с его ребенком ничего не случится. Занятия самые разные. Информатика – один из любимых предметов. Здесь ребята знакомятся с азами офисных программ и элементарными приемами компьютерной графики. Для интеллектуального развития – шахматный кружок. Давид мечтает стать дипломатом. Считает, что шахматы – отличная тренировка для ума. Я занимаюсь 4 года, и шахматы – это умственная игра, которую надо размышлять, думать, в компьютере сидеть. Мне очень нравится урок музыки, рисование. Мы все равно там что-то узнаем новое и очень интересное. Важный вопрос – безопасность во время каникул. Сегодня школьники учатся, как правильно обращаться с огнем. Этому даже посвятили конкурс рисунков на асфальте. Здесь же в школе работает трудовой лагерь для старших классов. Ребята помогают педагогам в организации отдыха младших подопечных. Детей организовать, как бы построить. Еще мы помогаем там, когда нужно помочь, например, в столовой. Или помочь, например, расставить какие-нибудь вещи для мероприятий каких-либо. Это все мы. Игра игрой, а обед по расписанию. За полноценное питание здесь отвечает заведующая производства Анна Астахова. В школьной столовой работает 23 года. Всю эту кухню знает до мелочей. Отмечает, что работа в радость, когда все делаешь с любовью. Я очень люблю детей. Как бы всех люблю детей. То есть считаю, что самое святое, что есть у человека в жизни – это дети. А тем более, если связано еще и с приготовлением блюд, это, естественно, вкладываешь свою частичку сердца, свою частичку души в приготовление блюд. Сейчас идет вторая смена. Детей принимают 29 учебных заведений. Всего в этом году в лагерях дневного пребывания отдохнут более 4000 юных анапчан. Три чашки доброты, шесть чашек любви и пять столовых ложек уважения. Такой рецепт счастья придумали в семье Ласкиных. Трудовой стаж, как и стаж семейной жизни, Николая Петровича и Зои Антоновны более 40 лет. В этом году Ласкины в числе лауреатов высокой награды, учрежденной губернатором Кубани. В День семьи, любви и верности 8 июля в Краснодаре на торжественной церемонии им вручат медали за любовь и верность. Для счастья надо любить хорошенько, думать о близких, потом о себе. И будет счастье в твоей судьбе. Чтобы счастье хрупкое удержать, невзгодом надо плечо подставлять и друг за дружку держаться. Вот так друг за дружку они держатся уже более 40 лет. Познакомились в педагогическом институте. На последнем курсе поженились 14 февраля в Международный день всех влюбленных. Но все же главными покровителями семейного счастья считают святых Петра и Февронию. Зоя Антоновна с улыбкой вспоминает, как начинались их отношения. Говорит, что перед ухаживанием такого романтика невозможно было устоять. Как-то пригласил на прогулку. Я помню эту прогулку. Восход у него. И поле тюльпанов подарил. Ну, как тут задержаться? Тут понятное дело. Вот, пожалуйста, мы срываем огурец. Сами выращены. Это мои любимые огурцы. Петрович любит помидоры, а я люблю огурцы. Ласкины живут в Гайкадзоре. Свой семейный очаг создавали сами, по крупицам. Своими руками построили дом, обустроили сад и огород. Разводят птицу, кроликов и пчел. Вырастили двоих детей. Сейчас помогают воспитывать внуков. И при этом продолжают работать в сельской школе. Считают ее вторым домом, из которого не так-то просто уйти. Вот говорят, в чем счастье? Это когда идешь на работу и там ощущаешься счастливой. Там тебя ждут глаза, вот эти вот детские. Вот можно сейчас на пенсию уйти, да? Ну, как-то без школы уже мы не можем. Правда, Петрович? Уже тянется в школу. Там ты ощущаешь, ты там подтягиваешься, ты здоровый, там ничего не болит. Как образец дружной, крепкой и счастливой семьи, Управление по делам семьи и детей курорта выдвинуло кандидатуры Ласкиных на представление о губернаторской награде. 8 июля в Краснодаре им вручат заслуженную медаль за любовь и верность. Они не понаслышке знают, как сохранить эти чувства и пронести через всю жизнь. Семье все надо. И бывают и кризисные моменты. Ну, нужно отстушить, действительно. И, наверное, терпение вот сейчас, это сравнение с мужеством просто. Вот терпение надо. Вытерпеть какой-то момент. Я детей учу, когда вот вспыхиваешься за какой-то там, нужно просчитать до 10, а потом сделать вывод. В семье нет один. Вот кто любит только себя, в семье не будет. Мне так кажется. Вот если человек себя любит и считает, что я, например, вышла замуж, и вот я люблю меня, он должен только любить. И для меня все делать и так далее. Нет, тут обоюдно. Прежде всего слышать друг друга и слушать. И не мешать. Давать возможность человеку заняться. Найти себя, найти то, чем он действительно хочет заниматься. Чем-то помогать. Сейчас в планах у семьи достроить дом, дополнить детский уголок и расширить хозяйство. Признаются, что живут дружно и в любви совсем не ради признания. Да и свою главную награду они уже получили. Крепкую и дружную семью. Анапе посвящают песни звезды российской эстрады. Сегодня известный певец Стас Костюшкин презентовал клип на песню «Опо Анапа». В клипе можно увидеть самые популярные места курорта, пляжи, набережную, причал. В роли главного героя сюжета скандальный актер Алексей Панин. Также в клипе снялась анапчанка, ведущая нашей телерадиокомпанией «Анапа. Регион» Кристина Рабина. За первый день видео просмотрели несколько десятков тысяч человек. Песня получилась легкой и веселой и должна стать питом лета 2017. По крайней мере, в Анапе точно. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» сосиски «Тавровские» 189,90. «Московская» оригинальная 249 рублей. «Салями» финская 657 рублей. «Тавровские мясные лавки» в «Анапе». «Парковая» 93А, «Крымская» 98, «Амелькова» 28 и «Астраханская» 75А. По прогнозам синоптиков, 6 июля в «Анапе» ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 26 градусов, ночью прохладнее – 18 выше нуля. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 26 градусов. И в завершении выпуск информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Медицинская программа для вашего ребенка. Ежемесячный профилактический осмотр. Неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни. Скидки на дополнительные услуги центра до 20%. От 3,5 тысяч рублей в год. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 4-24-19.